Сотрудники госавтоинспекции Самара продолжают проводить рейды по контролю за соблюдением правил перевозки детей. Их основная цель – снижение количества дорожно-транспортных происшествий с участием детей-пассажиров. К сожалению, без нарушений не обошлось. В этой иномарке водитель перевозил полугодовалого ребенка без автолюльки. Все, без люльки. Че, не ехать теперь в больницу, если ребенку надо? Это является нарушением правил 22.9, правил дорожного движения, за что данный водитель будет привлечен к административной ответственности по части 3 статьи 12.23 Кодекса об административных правонарушениях. И штраф будет вынесен в размере 3 тысяч рублей. Елена – водитель со стажем, и она на личном примере показывает, что нужно пристегнуться не только самой, но и позаботиться о безопасности своего ребенка. Мы всегда пристегиваемся, конечно. Надо пристегиваться. Нарушение правил перевозки пассажиров, транспортных средств, в том числе и детей, является одним из видов правонарушений, представляющих реальную угрозу их жизни и здоровью. Наличие детского кресла в автомобиле просто жизненно необходимо. При столкновении, либо при резком торможении ребенок, находясь в детском удерживательном устройстве, получил наименьшее ранение. Проведение этого рейда, направленного на предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма, прошло в рамках реализации муниципальной программы повышения безопасности дорожного движения в городском округе Самара на 2016-2020 годы. В рамках профилактики детского травматизма нами подготавливаются материалы средства массовой информации, печатные материалы для того, чтобы профилактировать безопасность дорожного движения. Проводится разъяснительная работа в образовательных учреждениях. Ну и в рамках программы по безопасности дорожного движения приобретаются материалы как просветительные, так и профилактического характера, которые передаются в образовательные учреждения. Также администрации и госавтоинспекции Самары будут и в дальнейшем проводиться совместные мероприятия по профилактике административных правонарушений, связанных с перевозкой пассажиров, в том числе несовершеннолетних.